Сергей Степлиянин, игрок ЦСКА рядом с нами. Сергей, очень тяжелый матч, наверное, это и предполагалось в связи с отсутствием Роговского у ЦСКА Семенова. Во-первых, скажите, что с этими футболистами, ну и за счет чего удалось Дельту переиграть, наверное, где-то местами даже перетерпеть в этой встрече? Ну, если по нашим игрокам, то у них непонятно, они говорят, что мы считаем, они нам лично говорят как футболистам, когда друзья, они звонят и говорят, что они готовы биться, то есть они уже восстановились, но доктор запрещает выходить на песок. Мишка Семенов сегодня уже даже думал, что он в заявке, думал, что сейчас поможет нам, но в последний момент доктор дал красный свет, как бы притормозил его, посадил его на трибуны. Почему он расстроился? Роговский также на старте с Москвы готов выехать в любую минуту, как только доктор даст добро. Пока им непонятна ситуация, вроде как они готовы, но их пока не допускают до игр. Это информация, которой я владею. По сопернику по дельте, это, конечно, космос в плане вот этого поддержки. Мне очень было приятно играть, даже против меня свистели, против меня что-то кричали, там, ну, какие-то такие футбольные оскорбления были спортивные. Мне было от этого очень радостно играть, и вот. А мы просто, мы перетерпели, то есть мы свои моменты реализовали, а в обороне мы просто перетерпели. То есть именно в этой игре у нас не было вот этих потерь концентрации, как там в московском этапе, там, с Локомотивом, там, со Спартаком, с этими, там, со Строгино. То есть мы теряли концентрацию, хоп, получали в этот момент. Сейчас мы ее сдержаны, потому что это уже немножко ради того, ради чего игралось вообще весь этот сезон, как бы, это самые важные игры. Поэтому мы вышли как на финал, то есть, поэтому мы ни на секунду не выключились, а играли, играли в каждом моменте, бились, и вот плоды, плоды нашей работы мы уиграли. И все же, на что акцентировал внимание главный тренер Петр Капков перед этим поединком? Может быть, на фигуру того же Бакини Андрея Панкратова в передней линии, на позиции Столба? Ну, наш тренер, он больше, он-то, у него такая, такая, своя немножко, своя тема, он обращает больше внимания на свою игру, на нашу игру. Он особо внимания от соперника никогда не играет, он играет, главное, он настраивает нас и диктует нашу игру. Вот, ну, конечно же, мы обращали внимание, как обычно, на легионеров, то есть, легионеры Бакини Филиппа знали, что они будут, они хорошие, там, в технике, там, в обыгрыше с ударом. Нельзя было фалить на Бакини, вот поставили фол, сразу пушка, гол, ну, это без момента, один момент, один гол, то есть, один штрафной, один гол. То есть, мы, конечно, на них обращали внимание, да это даже и не без тренера, это мы сами знаем, что против них надо играть намного внимательнее, терпеть до последнего, то есть, вот, страховать друг друга, когда с ними идут, как бы, в контакт. Поэтому, поэтому мы сдержали, сдержали их на мой паре, сдержали главные трибуны нам, ну, нам немножко было так и не забавно, но мне лично играть, я первый раз играю против таких трибун, поэтому мне было как-то в этом плане очень-очень интересно играть. В заключении спрошу, вы в одном из интервью после матча чемпионата Санкт-Петербурга говорили о том, что у вас сдулись колеса, здесь есть еще эмоции, есть силы, и сможете ли их распределить на всю турнирную дистанцию? Ну, в данный момент, конечно же, первая игра, немножко, конечно, как обычно подсели, но это не у меня и у нашей команды, у соперников, я видел, видно, что первая игра, то есть, это идет взрыв, то есть, немножко окислились ноги, но могу сказать, что лично я, и я смотрю по команде, что вроде как все готовы и должны биться. Просто не знаю, сейчас приедет, если дай бог нам повезет, и мы пройдем в четвертьфинал, зайдем в полуфинал, там будет локомотив, локомотивы, конечно, в этом плане будет полегче, в плане, что они зайдут, ну, скажем, с листа, а мы будем, мы здесь уже, мы здесь уже, получается, поваримся, уже побьемся, потратим какие-то свои эмоции, потратим какие-то физические свои кондиции. Не знаю, пока нельзя говорить, что будет дальше, ну, нам надо еще завтра выиграть, там, завтра, послезавтра, если мы пройдем дельту, тогда, тогда уже будем смотреть на своем состоянии. Сейчас еще рано об этом говорить. И да, буквально вкратце, потому что многие спрашивают, как здесь условия именно по песку, потому что заметно даже с трибуны есть камешки, есть то, что мешает, как-то отвлекает футболистов. Что об этом скажете? Один момент, то есть все идеально, все организовано, все супер, вообще, ну, мне все понравилось, то есть вообще никаких моментов нет. Один маленький минус, недочет, это просто они не успели из-за короткого срока, то есть подготовки стадиона, как бы, вот это, то, что было между московским этапом суперфиналом, короткий, короткий промежуток, просто не успели его подчистить, ну, как бы, просеять. Я думаю, что если, как бы, просто сейчас организаторы на это обратят внимание, я думаю, они должны обратить внимание, там, потому что у нас ротарь там уступил на булыжник, то есть если сейчас буквально, там, два-три человечка пройдут с просеялкой, то, как бы, все, то в этом месту, в этом стадиону, и вообще, эта атмосфера не будет вообще, только пять с плюсом будет, и просто супер будет, с оценкой супер. Спасибо вам большое, идем просеивать поле. Спасибо, спасибо большое.